Как писал без малого два века тому назад Александр Пушкин, привычка свыше нам дана, замена счастью она. И это вдвойне так, применительно к вредным привычкам. Например, когда-то популярная фраза «Перекур это святое сегодня» обходится многим компаниям в копеечку. В Госдуме решили бороться с этим и замотивировать граждан достойными стимулами для отказа от пагубного пристрастия. Например, предложив давать дополнительный выходной и не только. Что думают тверичане по поводу такой инициативы, вы узнаете, посмотрев наш сюжет. В среднем в России каждый третий сотрудник компании является курильщиком. По статистике, он тратит на «Перекуры» 40-50 минут рабочего времени. И это, если не считать сам процесс курения. Но, как известно, после «Перекура» приходится еще минут 5-10 настраиваться на работу. Инициатива о дополнительном выходном для не курящих граждан не нова. Впервые такое предложение депутатами было высказано в 2021 году. Но тогда оно ни к чему не привело. Спустя два года народные избранники вновь высказались с предложением дать не курящим дополнительный выходной. Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц не курящим работникам для мотивации людей бросить эту вредную привычку, которая также является причиной ожирения, говорится в документе. Мы решили спросить у тверичан, как они относятся к такой инициативе народных избранников. Я не курю, но я считаю, нет разницы между теми людьми, которые курят, и нет. Просто это их выбор. У меня вот, например, муж курит, и я не считаю, что он тратит как-то больше времени, нежели я, например, на своей же работе. Относительно. Вы думаете, это борьба с курением будет? Я, например, не курю. Выходной день. Я думаю так. Извините, в России сейчас как раз вот момент, когда нужно работать. Да, правильно, поддерживаю. Ну, стимул бросить. Да нет, конечно. Почему? А при чём тут курение и при чём тут безработное время? Эта пагубная привычка влечёт за собой целый рой проблем. Ведь курение наносит вред практически каждому органу. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 6,5 секунд на планете умирает один человек от болезни, связанной с использованием табака. Научные исследования показали, что люди, которые начинают курить в подростковом возрасте, а так поступает более 70% курящих и курят 20 или более лет, умрут на 20-25 лет раньше, чем те, которые никогда не курили. Взаимосвязь между онкозаболеваниями и курением была выявлена в 1964 году. С тех пор список болезней, связанных с курением, только увеличился. Прежде всего, это заболевания сердечно-лёгочных систем, хронические бронхиальные астмы, обострение бронхиальной астмы, хроническая обструктивная болезнь лёгких, раковые заболевания, рак лёгких, но и все другие раковые заболевания у курильщиков встречаются достоверно чаще. И болезни именно сердечно-сосудистой системы, инфаркты, инсульты, ранняя инвалидизация, ранняя смертность. Один из лучших поступков, который может совершить курильщик в своей жизни, это бросить курить. Миллионы людей уже освободились от курения, и каждый может сделать то же самое. Также депутаты предложили обязать российские компании компенсировать затраты на фитнес и прочие спортивные занятия, а именно установить минимальный размер компенсации. Увенчается ли инициатива депутатов со второй попытки успехом, покажет время.